Дождь в начале нового дела – добрая примета, поэтому участники мероприятия постарались не обращать внимания на некоторые неудобства. Фестиваль решили организовать с подачи палаты, народных промыслов и ремесел. Представлены и Кжельский художественно-промышленный институт, и индивидуальные предприниматели Кжели, и художественные студии Кжели. И они покажут вам все, что они умеют. Я поздравляю вас с началом. Будь добрый. Я вот, например, сюда, когда ехала, я любовалась природой, которая буквально за вот эту последнюю неделю настолько расцвела, распустилась. Такая необыкновенная зелень, количество цветов, которые уже деревья, черемуха белоснежная, вишни, сливы, груши. Я не знаю, мне даже дождь не испортил настроение, когда я зашла в павильоны. В очередной раз волна гордости за наших детей творческих, за наши ремесла, опять-таки, за нашу Кжель. Поэтому я думаю, что наш праздник сегодня ничто не испортит. Большую часть фестивальных павильонов по праву заняли организации и предприятия Кжели. Инна учится в Кжельском государственном университете на первом курсе. В будущем будет дизайнером. Очень интересно, я очень рада, что выбрала этот институт. А преподаватели, что можешь сказать? Преподаватели самые наилучшие вообще. Мне все очень нравится. И очень домашняя хорошая атмосфера. Мы представляем систему непрерывного образования, которая у нас в Кжеле сложилась очень давно. Поэтому на экспозиции мы показываем работу детской художественной школы нашей. У нас там занимает 71 человек, детей от дошкольного и школьного младшего возраста. Работа студентов колледжа и работа студентов университета. Керамика, живо, без плаката. В создании этих шедевров участвовали студенты Кжельского института под руководством Ирины Викторовны Куршуновой. Она доцент кафедры сервиса и туризма. В 2008 году решила создать коллекцию одежды. Когда мы были со студентами на международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров в Брно, в Чехии, показывали там свою коллекцию платьев. И Татьяна Борисовна Лисицына, глядя на дефиле, произнесла такую фразу. Вот как бы надеть чайник Жильский на человека. Да, она произнесла эту фразу и дальше наслаждается просмотром различных коллекций. А я уже сижу, как человек творческий, я начала тут же уже фантазировать. И тут же я вспомнила коллекцию французского художника Пака Рабана, которого называют металлистом. Роспись по шелку – тончайшая работа. Элементы декора – фарфоровые пластинки с традиционными узорами. Коллекцию Ирина Викторовна назвала «Благоуханный цвет». За два месяца, потому что пришло такое вдохновение, я не помню, как я ее создавала. Студенты помогали оправлять вот эти пластиночки, пришивать тесемочки. И мы ее представили на конкурсе в Ташкенте. Нас отметил Вячеслав Михайлович Зайцев, потому что эта коллекция как раз была представлена в галопоказе. Как одна из самых лучших коллекций вот этого конкурса в 2008 году. Ольга Ситникова работает в Центре развития творчества детей и юношества. На фестивале представила детские работы. Батик, лаковые миниатюры, изделия из теста и кожи. Я очень рада, что здесь столько людей, столько интересных как бы идей, столько творческих личностей в Раменском районе. Это же замечательно. Вот городецкая уроспия Сикжель. Это в городской. Это мое детство. Городецкая уроспия Сикжель. Я это с огромным удовольствием делала. Мы проводим со всеми. Это у нас честная кончарня. То есть мы должны сейчас поставить оценку нашу. Вы даст себе. Мы потом решим. Ольга Борисовна и Сергей Александрович в жюри фестиваля. Они искренне, в чем-то по-детски, с интересом задавали участникам много вопросов. В каждом павильоне проводились мастер-классы. Кто не побоялся дождя и холода, смогли постичь азык жельской росписи и почувствовать, что глина живая. Почему? Вот так. Вот так. Саша, наоборот. Вот так. Центральная слота одна. Ира стоит. Вот так. Я попадаю? Дмитрий Попов, Павел Воронцов, Елизавета Скрябина для программы Городские вести.